Мысли вслух Доброго времени суток. Я не являюсь болельщиком. За Олимпиадой поглядываю. Но как? Не смотрю матчи, не болею. В конце дня смотрю по интернету итоги. И честно скажу, видеть, что кто-то из наших соотечественников выиграл, приятно. А узнать результаты сегодняшнего хоккея было неприятно. Это было неприятно. А вот вообще, так задуматься, что есть спорт, кому он нужен. Ну, в первую очередь, конечно, он нужен самому спортсмену. Он тренируется, он пытается достичь каких-то результатов. И вообще, это его хлеб. Он с этого живет. Кто-то выделяет деньги на спорт, государство, спонсоры. И он с этих денег живет. То есть, его кормят люди. Он работает, можно сказать, на людей. И резонно спросить, а чего хотят от него эти люди? А люди хотят от него победы. Никому не интересно, если спортсмен просто придет к финишу. Это на заводе ты можешь работать не быстрее всех. Вот кто-то выполнил две нормы. Он вообще молодец. Ты выполнил норму. Или даже полнормы. Ну, конечно, это не так круто. Но ты все равно, ты что-то сделал. Вот ты можешь посмотреть результат твоих трудов. А от спортсмена люди ждут победы. Вот бабушка, у которой я живу, она была очень увозмущена тем, что комментатор сказал, что вот какой молодец наш биатлонист пришел восьмым. Ее это не устроило. Для нее это звучало примерно так. Вот какой молодец наш биатлонист. Он пришел к финишу. Дошел. А ведь мог не дойти. Мог заблудиться по дороге. Ну, или что там еще могло с ним случиться. Лыжи мог сломать, ружье потерять. Ну, а так дошел молодец. Она зритель. Часть налогов с ее пенсии идет на спорт. Она ждет побед. Где победы? Ей не нужен тот спортсмен, который не побеждает. Почему он должен жить за ее счет? Хоккеисты не живут за ее счет. Они играют где-то за границей. Но часть налогов, идущих на спорт, идет на содержание того аппарата, который за этот спорт отвечает. Отвечает, например, за хоккей. Кто пригласил тех людей, которые не смогли пройти четвертьфинал? Кто все это организовывал? Почему пригласили людей за границей? Может быть, стоило пригласить менее профессиональных людей с России, но они хотя бы всю душу бы отдали игре. Они бы боролись за свою родину. Боролись самоотверженно. Может быть, выиграли. Я не знаю. Мы не выиграли. Результата нет. Мы постарались. Это не результат для спорта. Люди не этого ждут. Ну что ж, будем ждать следующей Олимпиады. Может быть, там наши хоккеисты что-то покажут. А вообще, так по-честному, от всех, кто ответственен за хоккей в России, взять бы и уволить. И пускай чем-нибудь другим занимаются. Зато следующие, которые придут, они будут знать, что вот если мы не организуем сейчас победу, нас тоже уволят. Поэтому, может быть, стоит постараться. То есть, если в людях осталось мало патриотизма, может быть, они хотя бы ради того, чтобы сохранить должность, что-то начнут делать. Но это же хоккей. Мы в хоккее всегда всех били. А сейчас уже который год позор просто. Меняй коньки на санки. Не, вначале мы забили одну шайбу, но потом пропустили три. И после этого вообще ничем не ответили. Просто до конца матча наблюдали, как нам забивают. И все. Мы выбываем из борьбы. Никаких извинений, никаких заявлений о том, что кто-то из чиновников по хоккею подает в отставку. Не, у всех все нормально. Только у народа ощущение, что ему плюнули в душу. Я не являюсь спортивным болельщиком. Мне по барабану хоккей. Но спортивные победы – это престиж страны. Поэтому обидно, что проиграли. Меня за державу обидно. И не только мне. Так, посмотришь вокруг, очень многие расстроены поражением нашей команды. А они даже не извинились. Но, а с другой стороны, это хоккейное поражение – это показатель, что мы уже не торт. Что в нашей стране не все благополучно. И надо трудиться, чтобы что-то изменить. А не просиживать вечерами за телевизором и компьютерными играми. Надо идти и что-то делать. Светлое, доброе, позитивное. А просто сидеть и ворчать – смысл? Лучше от этого не будет. А если ты станешь лучше – будет лучше. Ну, хотя бы на одну 150-миллионную. Но ведь добро – оно тоже заразительно. А две тысячи лет назад Христос на земле был единственным христианином. И ему удалось сильно изменить этот мир. Да, он был сын Божий. Но что тебе мешает призвать его на помощь? И с его помощью все получится. Но просто надо идти и что-то делать. А не сидеть и ныть. Помогай Господь. А с вами был иеромонах Александр Митрофанов. До встречи в эфире.